Музыка И просто снимает на самом деле, что происходит в этих центрах, куда привозят мигрантов. То есть он как бы, ну, foot on the ground. То есть человек просто приходит туда и смотрит, что там на самом деле происходит и снимает как бы для нас. Это было вот, что они их куда ни попадя уже засовывают, они уже где угодно. Вот смотрите, как они через эту границу перелазят, смотрите. Ну, тут, в принципе, даже не надо переводить, и так как бы понятно. А миллиарды потратили на строительство этой стены. И никого, ни пограничников, никого. Лезь, перелазь. Мы, когда, помните, когда мы эмигрировали, и прививки надо, и рентген надо, и там все свои финансовые документы надо. Документы мужей надо, и всякий там бэкграунд-чек надо, и секьюрити надо, и что только не надо было. А тут, пожалуйста, лезь, хоть кто ты. Может, он какой-то, знаете, серийный насильник или убийца. И они как бы лезут, и их спокойно задерживают. Без проблем. Я там сегодня одно видео увидела, покажу, если... Может, у меня в телеграм-канале, по-моему. Там вообще на лодке... Перелезай через стену. Приехали на лодке... Это двойные лестницы. В Калифорнии. Вылезли с лодки, бросили лодку, загадили все мусором. И тут же выбежали на дорогу, на дороге стоит микроавтобус. Они запрыгнули в микроавтобус и уехали. То есть их уже ждали. Песец, товарищи, понимаете, это песец. Значит, было только что изучение, кажется, стадии было сделано. Там профессором каком-то, чуть ли не в Гавриде. По их мнению, 20 миллионов уже запустили. За три года запустили 20 миллионов. Вот мой вопрос в одном. А где был наш Аббат эти три года? Чего это он сейчас вдруг такой хороший стал? А до этого где он был? Мы-то с ним стоим, ну как бы... А где ты был до этого? А почему раньше ничего не делали? Так. Это немножко другая тема, но интересная очень. Банки не берут депозиты, смотрите. То есть вот я почему говорю насчёт... Почему я говорю насчёт денег? То есть если у вас есть деньги, которые в банке у вас лежат, то возьмите и какую-то часть хотя бы вытащите, потому что если будет банк ран, это когда народ бежит в банки, при какой-то панике, начинают вытаскивать оттуда деньги. Вот. И потом вы их просто не сможете никаким образом достать на эти деньги. Будете потом сидеть, хлопать глазами. Так. Всё, перевело. Смотрим. Эти деньги на свой банковский счёт, но они так и не появляются. Сейчас, секунду. Я сначала поставлю и погромче сделаю. Деньги на свой банковский счёт. Если вы к этому самому не обратились бы в прессе, то хрен бы вы что получили. Так. Дальше смотрим. Значит, тут у нас оппозиция от Трампа идёт. И непонятно, что будет делать наш парламент. Так. Я вроде перевела. Смотрим. Не хочет переводить. Так. Я надеюсь, что никто не пытается отобрать это у меня в предвыборных целях. Это про границу уже. Некоторые республиканцы, поддерживающие соглашение Сената о границе, выражают недовольство. Гляньте, сколько, гляньте, сколько иммигрантов. Это произошло, что президент Дональд Трамп призвал свою партию отклонить его. Я не сомневаюсь, что он хочет заключить идеальную сделку, и я тоже этого хочу. Но мы должны быть в состоянии понять, как сделать что-то прямо сейчас. Трамп говорит, что принятие закона позволит демократам разделить политическую победу. Я просто отвергаю идею о том, что мы должны отложить кризис до более подходящего момента для его разрешения. Республиканцы, придерживающиеся жесткой линии в Палате представителей, уже заявили, что не хотят компромисса. Новые препятствия означают, что тернистый путь к заключению сделки может зайти в тупик. Они говорят, эй, чтобы защитить президента Трампа, нам нужно быть уверенными, что мы не будем этого делать. Опросы общественного мнения показывают, что иммиграция является главной проблемой для избирателей республиканской партии. Теперь законопроект о границе, возможно, не будет принят в этом году. Это может занять еще больше времени, если республиканцы не получат полный контроль над правительством и по-прежнему не пойдут на компромисс. Это произойдет до тех пор, пока демократы не выполнят все их требования. Губернатор Техаса Грег Эбботт говорит, что он сыт по горло. Он отдает приказ о дальнейшем размещении колючей проволоки вдоль некоторых участков Рио-Гранде. И это несмотря на постановление Верховного суда, которое позволяет пограничному контролю отменить это решение. Эбботт ссылается на конституционное право собирать войска во время вторжений. Это не тот вид вторжения, о котором они думали в 1787 году. Я Эми Кайли. Веду репортаж. Так, я надеюсь, что перевелось то видео, которое мы хотели посмотреть, о том, что журналисты приехали уже на то место, где должны были эти самые... А, вот они. Это апдейт идет. То есть, срок прошел, когда потребовала бедоновская власть, чтобы ушли техасцы и передали вот эту вот границу федералам. И прошло это время, которое было поставлено 1 час дня. Вот они сейчас делают апдейт. Вроде бы перевелось, поэтому сейчас посмотрим с вами. Я тоже еще не смотрела это видео. Сич переключить передачу и двинуться к южной границе, где в буквальном смысле разгорается противостояние между администрацией Байдена и штатом Техас. Борьба идет уже несколько недель. Неясно только, как она разрешится и кто выйдет победителем. Президент Байден дал Техасу время до сегодняшнего дня, чтобы разрешить агентам федеральной пограничной службы доступ в парк Выгл Пасс, штат Техас, где многие мигранты нелегально пересекают границу из Мексики в Соединенные Штаты. В понедельник Верховный суд встал на сторону администрации Байдена и заявил Техасу, что федеральному правительству разрешено демонтировать колючую проволоку. Несмотря на все это, Ньюс Нейшн стало известно, что военные Техаса сегодня продолжили устанавливать колючую проволоку. Вы смотрите в прямом эфире на парк Выгл Пасс, штат Техас, и можете увидеть, насколько укрепленной остается эта территория сегодня вечером. Бывший президент Дональд Трамп поддерживает Техас и призывает все желающие штаты направить военнослужащих национальной гвардии, чтобы, цитирую, отразить вторжение нелегальных эмигрантов. Сегодня почти все губернаторы и республиканцы также присоединяются к этим усилиям и призывают штат одинокой звезды. В чатике, ребята, Скотус — это Supreme Court of United States, то есть это Верховный суд США. ...оборону. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм решила лично приехать туда, чтобы выразить свою поддержку. Наш беспилотник Ньюс Нейшн снял это видео, на котором она запечатлена в парке Шелби сегодня днем. Классная тетка. В Северной Дакоты Дуг Бургум сказал, что администрация Байдена потерпела сокрушительную неудачу на южной границе. Он присоединится ко мне в прямом эфире буквально через минуту. Но первого числа к нам в прямом эфире присоединится наш пограничный корреспондент Али Брэдли. Али, что может сделать федеральное правительство, если Техас не сдастся? Да, это статья о последствиях. Это именно то, что мы ищем. И это именно тот вопрос, который мы уже дважды задавали Министерству внутренних дел, Элизабет, но мы до сих пор не получили ответа от их агентства. Однако законодатели, сотрудники правоохранительных органов и юристы, с которыми мы беседовали, говорят, что маловероятно, что федеральное правительство может многое сделать. Потому что губернатор Эббот имеет полное право защищать свою границу. Граница находится в точке кипения. Министерство внутренних дел в очередной раз держит Техас в тисках. Требует штата предоставить агентству полный доступ к Шелби-парку и Иглпасс к концу сегодняшнего дня. Но, как говорится, не связывайтесь с Техасом. Тамошние чиновники не сдадутся без боя. Каждый американский гражданин должен спросить, почему Джо Байден разрешает 8 миллионам человек приезжать сюда. Голубым городам это не нравится. Голубым штатам это не нравится. Красным штатам это не нравится. Преступность это А. Фентанил наш убийца номер один. Зачем какому-либо президенту это делать? Генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон опубликовал сегодня в Твиттере это изображение, на котором написано «Приди из билета». И штат «Одинокая звезда» не будет вести эту пограничную битву в одиночку. Более половины губернаторов от республиканской партии заявили о своей поддержке, пообещав полностью поддержать губернатора Эбота. Я думаю, что сейчас вы наблюдаете движение по всей стране. Губернатора Эбота поддерживают 25 других губернаторов. Это конституционное противостояние. Техас имеет право отразить вторжение, если администрация Байдена потерпит неудачу, что они с треском поводят. Но это мы смотрели, дальше смотрим. Вот этот, вот этот Кузя, Кузя. Да мой гонок. Мы решаем эту проблему законодательно. То, как мы справляемся с этим, зависит от действий Конгресса. И именно это должны сделать эти 25 губернаторов-республиканцев. С приближением сегодняшнего крайнего срока мы узнали, что Техас планирует расширить свои усилия. Реализуется многоэтапный план по установке колючей проволоки еще как минимум на 6 миль за пределами 2 миль, уже протянутых через парк Шелби. Согласно источникам, это первая фаза проекта. Мы будем следить за реакцией администрации Байдена. Но один юрист из Техаса сказал мне, что Эббот имеет полное право защищать свою границу ради безопасности своего народа. В первой статье говорится, послушайте, мы оставляем за собой право, которое у нас уже есть, защищать наши собственные границы или собственный народ, если что-то произойдет. И нам будет угрожать неминуемый вред. Несмотря на то, что в четвертой статье говорится, что это должно делать федеральное правительство, мы ставим вопрос о безопасности так, чтобы в случае крайней необходимости можно было разбить стекло. Так оно и есть на самом деле. А теперь, Элизабет, в пятничном выпуске новостей службы таможенной и пограничной охраны CBP опубликовала данные о количестве столкновений за декабрь и о том, что Ньюс Нейшн сообщала за весь последний месяц, в результате чего только в декабре, через южную границу, пересекли 302 человека. Если мы посмотрим на страну в целом, включая северные и прибрежные секторы, то увидим, что только в прошлом месяце на наших границах был замечен более 371 человек, Элизабет. Это одна из причин, по которой... Ребята, спасибо Яндекс.Переводчику, я перевяжу за Яндекс. В декабре было, только на южную границу прошло 371 тысяча человек. Не 371 человек, а 371 тысяча человек прошло. Больше, чем за все последние годы. В прошлом месяце Аризона заняла первое место. Большое спасибо за просмотр. И не забудьте нажать красную кнопку «Подписаться ниже», чтобы получать больше информации. Так, сейчас я посмотрю на их... Это Ньюс Нейшн, очень хороший канал, они такие альтернативщики, такие консервативные. Я сейчас посмотрю, есть ли какие-то... Есть апдейтс. Значит, мы смотрели с вами... Вот сейчас 14 минут назад, что безопасность южной границы закрыта. Это берут интервью с сенатором. Мы сейчас возьмем видео, посмотрим по списку, какие последние, если у них еще апдейты какие-то есть. Ну, это с сенатором. Так. Ники Хейли. Ну, это было последнее. Час назад был апдейт, поэтому мы его больше смотреть не будем. Мы будем смотреть следующие новости. Так, перевели, смотрим. Политики Техаса заявляют, что они не будут соблюдать установленный срок, чтобы разрешить сотрудникам федеральной пограничной службы доступ в парк вдоль Рио-Гранде. В этом месяце Техас захватил контроль над парком, а затем начал отказывать во въезде агентам пограничного патруля. Шеннон здесь, чтобы ознакомиться с ходом пограничной битвы между Техасом и администрацией Байзи. Брэндон, федеральные чиновники потребовали, чтобы Техас разрешил доступ к этой зоне пересечения границы к сегодняшнему дню. Но руководители Техаса говорят, что этого не происходит. И на самом деле они удваивают свои усилия. Власти штата установили ряды колючей проволоки в парке Шелби и говорят, что вдоль границы будут установлены новые. Постановление Верховного Суда разрешает федеральным агентам перерезать или убрать проволоку. Но пока нет решения по этому делу в целом. Губернатор Эбот говорит, что Техас делает то, что должен, опираясь на Конституцию. Независимо от того, какой федеральный закон может существовать, положение о Верховенстве Конституции означает, что сама Конституция является высшим законом страны. В данном случае сама Конституция предоставляет Техасу право на самооборону, поскольку Соединенные Штаты отказались от своей обязанности защищать Техас. Бывший президент Трамп входит в число растущего числа республиканцев, поддерживающих губернатора Эбота в обостряющейся борьбе с федеральным правительством. Трамп также призывает республиканцев в Конгрессе выступить против двухпартийного соглашения о безопасности границ. Эти переговоры продолжаются, и представители обеих сторон выражают оптимизм в отношении того, что соглашение будет достигнуто. Другие говорят, что президент Трамп оказывает на них определенное давление и может привести к тому, что этот законопроект будет опознен. Это Далласовские, кстати, новости. Fox for News – это Далласовский канал, отделение Fox News, скажем так. Сейчас мы глянем, Далласов, он все-таки ближе там границы, может, у них есть какие-то апдейты, пока мы тут смотрели, что-то, может быть, новое появилось. Сейчас посмотрю. 8 часов назад, 9 часов. Ну да, последнее было 9 часов назад, после этого не было. Апдейта про границу. Ну, они такие тоже либеральные, этот канал. Хотя они вроде Fox News, но они в Далласе очень либеральные, поэтому очень часто от них, короче, никаких таких объективных новостей не бывает. Так, а какое-то у нас тут было видео, что я пыталась перевести. Вот этого, наверное. Так, перевелось, наверное, смотрим. Мы на самом деле выполняем работу, которую хочет американский народ. Так что, если они придут и создадут ситуацию, которую уже знает вся Америка, неясно увидеть, что демократы готовы противостоять государству, которое действует в соответствии с нашим конституционным правом защищать наш народ и эту страну. Что-то сильно плохо видно. Давайте перезагружу, какая-то мутная картинка. Совсем. Чтобы эти федеральные агенты могли попасть в Шелби-парк и Иглпасс. Агенты могут демонтировать колючую проволоку, установленную властями Техаса, в качестве барьера на пути потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу. Демонтируйте эту колючую проволоку, чтобы открыть нашу южную границу. Власти Техаса отказываются. Они отказываются отступать. 24 часа, как я понимаю, истекли. Национальная гвардия Техаса, пока мы разговариваем, не... Это ультиматум, который Байденюк дал Техасу. 24 часа они должны были уйти, ставя эту границу в Шелби-парке. Независимо от этого времени, этого крайнего срока, продолжает отказывать федеральным чиновникам во въезде в Шелби-парк. Не только это, но, как вы знаете, за последние 12 часов президент Трамп обратился ко всем губернаторам Красных Штатов, 25 из которых публично заявили об этом. Заявили о своей солидарности с Техасом, но он призывает их всех направить свои войска национальной гвардии к южной границе, чтобы поддержать гвардейцев, которые охраняют границу с Техасом. И еще раз повторю, Трамп здесь не один. Бывший демократ Роберт Кеннеди-младший полностью поддерживает Техас в их борьбе с Байденом. Он полностью подтверждает их право защищать свой территориальный суверенитет как государство. Если государства не имеют право защищать свой территориальный суверенитет, то зачем им вообще вступать в союз? Таким образом мы действительно видим, как нация во многих отношениях сплачивается вокруг Техаса. Это довольно удивительная остановка. Ну что же, излишне говорить, что это сплачивание приводит к тому, что ряд проснувшихся левых впадают в состояние полного краха. Они впадают в полную панику. Как вы смеете? Как вы смеете? Как вы смеете не подчиняться нашему намеренному нарушению закона? Как вы смеете? Как вы смеете не подчиняться нашему неповиновению? И поэтому проснувшиеся левые просто сходят с ума. Они рвут на себе волосы. И все больше и больше из них требуют, чтобы Байден действительно национализировал национальную гвардию. Это ключевой момент. Кстати, это радикальный шаг. Я имею в виду, что во многих отношениях это воспринимается как своего рода военное положение. Но, по-видимому, по их мнению, Байден может национализировать ту самую национальную гвардию Техаса, которая мешает федеральным агентам перерезать проволоку. Байден может национализировать национальную гвардию. Он может поставить национальную гвардию Техаса под свое командование и контроль, и тем самым подорвать отказ губернатора Техаса Грэга Эботта. Разрешить доступ федеральным агентам где-нибудь рядом с колючей проволокой. Есть только одна проблема, которую эти проснувшиеся левые еще не учли. В Техасе есть свои собственные вооруженные силы. В Техасе есть свои собственные вооруженные силы, которые относятся к его собственной юрисдикции, над которой федеральное правительство не имеет юрисдикции. А вот это кадры из так называемого военного департамента Техаса. Что здесь жизненно важно понять, так это то, что Техас, поскольку когда-то он был самостоятельным суверенным государством, на самом деле имеет свои собственные вооруженные силы, которые выходят за рамки национальной гвардии Техаса. Это называется военное ведомство Техаса, ТЭМТ. Все поняли. Это потому, что Техас вообще был раньше республикой отдельной. И в Техасе были даже свои собственные деньги, если вы не знали. И вот этот флаг со звездой с одной, он назывался Лон Стар Стейт, то есть штат одинокой звезды. А до этого он был республикой Техас. И в конфедерацию, точнее в федерацию Техас вошел добровольно. Как вот эти северные штаты во время гражданской войны захватили южные штаты и оккупировали их, и заставили их силой войти в федерацию США. А Техас, он в принципе мог отбиваться еще. Но, видимо, поняли, что поскольку тех уже забрали, как бы там и Каролина, и Каролана, Джорджия, их вот этот вот унесенный ветром фильм хорошо показывает. А Техас вошел добровольно. И поэтому у них вот эти вот все реквизиты отдельной республики сохранились. Включая, что Техас единственный штат, который флаг имеет право находиться на той же высоте, что и флаг США. На всех остальных штатах, если два флага висит рядом, флаг США и флаг штата. Флаг штата должен быть немножко ниже висеть, чем флаг США. Техас единственный штат, который записал в это вот соглашение о вхождении в США, что флаг равнозначный будет. Поскольку их не оккупировали, их не захватили никогда США, то есть они не проиграли в войне. Они вошли добровольно на своих условиях. И куча условий было прописано во время вхождения. И, видимо, вот этот вот момент, что сохранить свою армию, это было вписано в это соглашение о вхождении Техаса в саму США. Вот. И флаг США всегда висит на той же самой высоте, что и флаг Техаса, точнее, на той же высоте, что флаг США. И техасы очень гордятся тем, что они всегда были республикой, они такие вот независимые. И первым моментом здесь является то, что в разгар этих истерик отчаявшиеся демократы призывают Байдена федерализовать национальную гвардию, тем самым лишив ее полномочий губернатора Грега Ботта. Чего они, похоже, не понимают, так это того, что в Техасе на самом деле есть свои собственные вооруженные силы. И вот в чем ключ. Это вооруженные силы, которые в Конституции не могут быть разговаривать никем, кроме губернатора Техаса. Так что то, что мы наблюдаем здесь, действительно является очень реальным противостоянием на южной границе между силами штата Техаса. Давайте еще не забудем о том, ребята, что в Техасе самый вооруженный штат, что в Техасе огромная куча оружия. Знаете, вот я пока здесь пристановлю, покажу вам одну вещь. Значит, смотрите. Так, сейчас я убежусь, что правильно. То есть в Техасе на самом деле вот вот такие у нас дела. Сейчас вам покажу что-то еще. Пока я была с вами разговаривала, смотрите, что произошло. Произошла новость одна. То есть я к тому, что Техас, если выйдет, как мой сын, с автоматами, то будет писец всем. Будет всем писец. Сейчас, секунду. Это Такер. Тут был момент, который я хотела. О, кстати, прикол. Прикол. Видите, какая новость прикольная. Значит, мужик из Техаса, вот это вот, в Донецкой республике с паспортом российским. И подпись такая. Техас в ДНР не просто так из штата воевать приехал в свое время. Опыта набирался. Смотрел, что и как правильно делать. Мне понравилось. Очень прикольно. Так, и потом, вот, смотрите, значит, это новость, только что вышла. То есть волонтеры военные, то есть ребята с автоматами, с оружием военные из 25 штатов начали двигаться в Техас для того, чтобы поддержать Национальную гвардию. Сейчас покажу. Смотрите, сколько. Поняли, да? То есть целая группа вооруженных мужчин американских пошли в Техас помогать. А это немножко статистики про Техас. Техас — одна из самых больших экономик в мире. На восьмом месте экономика Техаса. Это вот экономика Техаса в числах. Первый, номер один в США, экспортер нефти. Значит, восьмая экономика в мире. Даже вот если со странами сравнивать, то Техас — восьмая экономика в мире. Вот, ну и тут куча разных других, потом до этого дойдем. Вот, возвращаемся, соответственно, на нашу видео, которое мы смотрели. Продолжаем смотреть. ...с и федеральными силами. Между федеральными войсками и войсками штата Техас. И обратите внимание на это. Техасские военные сейчас активно набирают людей для участия в пограничной миссии, которая технически известна как операция «Одинокая звезда». Теперь, как я уверен, многие из вас знают, операция «Одинокие звезды», штат Техас, является специальной операцией, в которую входит темп, не так ли? Военные ведомства штата Техас, совместно с Департаментом общественной безопасности штата Техас, должны остановить поток нелегалов, пересекающих южную границу. Так вот, на своем веб-сайте они сейчас активно набирают членов со всей страны, чтобы присоединиться к ним. В военном департаменте Техаса появились новые вакансии на полный рабочий день для миссии по поддержке границы в рамках операции «Одинокая звезда». Эти должности предлагают целый ряд льгот, включая проживание и суточные в размере 55 долларов в день. Банда Вооруженные силы Техаса, собственные Вооруженные силы Техаса, которые не могут быть федерализованы, могут быть развернуты только губернатором Техаса. Собственные Вооруженные силы Техаса открыто вербуют войска. Пусть это поразит вас. Они открыто вербуют войска со всей страны. Перед лицом этих отчаянных призывов, ничтожных, жалких, плаксивых демократов, разрушающих законы, федерализовать Национальную гвардию Техаса, собственные Вооруженные силы Техаса. Военное ведомство Техаса объявляет набор новобранцев. Это потрясающая штука. Это государственный суверенитет на стероидах. Вот как Техас добивается государственного суверенитета. Они буквально призывают свои собственные войска. А вы готовы к этому? На призыв откликаются. Сейчас поступают сообщения о том, что ополченцы-патриоты-добровольцы по меньшей мере из 27 штатов начали прибывать в Техас, чтобы поддержать продолжающиеся усилия техасских военных по обеспечению безопасности границы. Это верно. Члены патриотических ополчений по всей стране, помните, что в стране насчитывается более 500 ополченцев-патриотов. Они откликаются на призыв, переезжая в Техас и присоединяясь к техасским военным. Это происходит на самом деле. Похоже, что наши ополченцы-патриоты мобилизуются вокруг вооруженных сил Техаса. Более того, как вы знаете, этот пограничный спор продолжает действовать, раскалывая страну пополам в буквальном смысле этого слова. Мы говорили об этом во вчерашнем видео. По последним подсчетам. В настоящее время 25 губернаторов официально заявили о своей солидарности с Техасом в целом. Вот так на самом деле выглядит восстание в Красном Штате. Здесь представлены все Штаты, которые поддерживают Техас, обещая свою помощь в отстаивании права Техаса защищать свою южную. Народ, те, которые только что подошли, мы вначале смотрели видео, трейлер о том, что начинается гражданская война в США. Ну вот, ребята, кто был со мной, вы видели. Давайте мы сейчас еще раз этот трейлер, потому что прошло уже два часа почти, как мы с вами стримимим. Давайте еще раз этот трейлер я покажу, чтобы немножечко понять, о чем мы тут говорим, и в связи с тем, что происходит на этом трейлере, в этом трейлере показано. Вот, то есть мы ее только что смотрели. Это уже мы кучей просмотрели этих самых с вами видео. Секундочку, сейчас я найду, где этот трейлер. Потому что я думаю, что стоит еще раз, вот он. Стоит еще раз показать, он коротенький. То есть для тех, кто подошел, смотрите, о чем идет речь. Вышел трейлер, фильм выходит в апреле, гражданская война в США. А тут он рассказывает про эти войны. Про эти, извините. Так, сейчас мы это скопируем. Давайте на английском посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень плохо, очень плохо видно. Давайте я сейчас его в этом другом браузере покажу. Значит, ну просто все это самое... Компьютер слабенький у меня, ну как компьютер. У меня лаптоп. Я его с собой привезла из Америки. И он такой как бы, вот тут получше вроде бы видно. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces, as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything. I guess I wear it. There's like a pretty huge civil war going on all across America. We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. The White House will reach the White House on July 4th. Oh my God. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! You're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation, under God. Indivisible. With liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. You know what? You know how on TV they say, yeah? I don't think of a coincidence. I don't think of a coincidence. I don't think of a coincidence. And here we come back to the fact that we have a whole army in Texas. But, you know, the federal government, these planes, these vehicles, these vehicles, these vehicles, these vehicles, I don't think of a coincidence. So, I don't know. Let's see what else we hear. This is... The United States. The United States. Again, defense is out of the country. But Trump says, hey, what are you saying? Hey, does it say, hey, you asked your army as a member of your national guard today to the Texas, you shouldろ to protect them. The United States. You're building. It's not in favor of keeping a polymer human power . The United States. I'm in題 about that we have a lie. It will not be a lot of non-pick last of the hundreds of migrants thatよ to do outside those contr46 environments. навязать федеральному правительству безумие, посягающее национальный суверенитет Техаса. Еще раз повторяю, мы говорили об этом во вчерашнем видео. Я думаю, что это очень важно с точки зрения общей картины того, что здесь происходит. Но я думаю, что то, что мы видим здесь на этой карте с Красным морем, это рост того, что мы называем государствами-убежищами, и особенно единство государств-убежищ. И нет, еще раз, просто для ясности, я говорю не о городах-убежищах. Я не говорю о том, что население самых голубых из голубых немного больше, чем, скажем, в Магадиша. Ну, они считают, что это оскорбление для Магадиша. Окей, это вырождающиеся трущобы, гниющие городские адские дыры, которые активно приветствуют нелегальных мигрантов. Это он про либеральные города и штаты говорит. Я говорю не о государствах-убежищах. Я говорю о темно-красных штатах, которые вводят административные и юридические ограничения. И сейчас мы наблюдаем все больше военных барьеров между их гражданами и недееспособными сумасшедшими, которые управляют Вашингтоном, округ Колумбия. Красные штаты коллективно образуют массивное укрепленное географическое убежище от самого федерального правительства. И знаете что? Это работает. Это работает с политической точки зрения. То, что делают Техас и наши красные штаты, не просто правильно с моральной точки зрения. На самом деле это практически работает с политической точки зрения. Байден находится в свободном политическом падении из-за этого. Байден попал в политическую ситуацию, которая является его абсолютным худшим кошмаром на 2024 год. Он, мы и я собираюсь показать вам, как он политически страдает из-за этого, особенно со своими собственными избирателями. Он политически истощен из-за противостояния на границе. И я собираюсь показать вам, ребята, как именно вам это понравится. Но первая банда, вы видели видео, которое я опубликовал ранее на этой неделе о Нэнси Пелоси. Мой друг Рос Гивенс был на шоу, и он рассказал, что Нэнси добилась успеха. Доходность ее акции в 2023 году составила 65%. Вы правильно расслышали? Так что черт возьми, у меня есть шанс заработать на этом 100%. Теперь, очевидно, мы все должны быть расстроены из-за этого. Она работает на благо людей и зарабатывает такие деньги. Это практически вдвое больше, чем только за прошлый год заработали индексы S&P 500. Это совершенно нелепо. Но вчера у нас произошло невероятное событие. Мы с Россом и нашими коллегами, выступающими в Теорли Токас, были там. Если бы вы были там, дайте мне знать. Напишите об этом в чате. Но он рассказывал вам, как можно использовать ту же стратегию, что... Да, ребята, я смотрю в чате насчет Майдана. Мы дойдем до видео, где одно из мнений будет американцев, что это нам устраивает Майдан. И человек в конце скажет, не ведитесь на это, не пытайтесь свергнуть свое правительство. И он такой американец и говорит, вот Украина уже сделала это, и чем это закончилось. Так что, понимаете, настолько разные точки зрения сейчас, насколько это сложно как бы понять, что мы идем бороться за справедливость или нами манипулируют, чтобы устроить Майдан, как это было на Украине. Ну, в общем, смотрим дальше. С помощью специального абсолютно легального программного обеспечения. Ну, это реклама, мы сейчас это перекинем. Ой, извините, что-то я на английском. А я вот это все время на английском, да, это рассказывал? Это когда, знаете, когда хорошо знаешь английский, для меня разницы нет, что английский, я даже не замечаю, что перевода не было. Что действия Ботта являются морально и конституционно правильными. Даже если бы это было так, мы бы не извлекли из этого политической выгоды, как сейчас. Но даже если бы мы не извлекли из этого политической... Да что такое? Вот гад. Короче, знаете как, тут... Если перелеснешь назад немножко, то он этот, перевод обрывает. Сейчас я перезагружу этот сервер, и мы возьмем другую, ну, как бы, другую пока видео. Вот это посмотрим про этого, товарища, он тоже интересно, как бы, рассказывает. Вроде перевод должен был сделать сейчас. Это прэпинг, это канал прэперов, которые занимаются подготовкой к плохим всяким событиям. Вот он рассказывает, что он думает про это все дело. Добро пожаловать в Everyman Prepping. Здесь Сет, и у нас есть интересное видео, полное новостных сюжетов. Мы начнем с пограничного кризиса в Техасе и того, что там происходит. Затем мы перейдем к разговорам об Израиле, решении суда, хуситах и некоторых российских вещах. А в самом конце видео мы покажем видео о морском вторжении в часть Калифорнии. Я думаю, это видео... А да, вот это очень интересно будет про морское вторжение. Это будет классное видео. Мы собираемся начать с этой карты, которую я рассылаю как здесь на Икс, так и в сообществе. Но в основном мы рассматриваем карту штатов, которые находятся рядом с Техасом, и тех, которые к нему не относятся. Так что, как вы можете видеть, здесь выделены красным цветом штаты, в которых были назначены губернаторы. 25 из них заявили, что мы будем поддерживать Техас. Мы поддерживаем то, что они делают. Те, кто выделен красным, это те, кто направил национальную гвардию. Я обновляю это сообщение пару раз в день, по мере поступления дополнительной информации. Мы только что добавили сюда штат Миссури за то, что они отправили туда свои войска национальной гвардии. А те, что у нас есть в Пинке, Неваде, Вирджинии и Нью-Гэмпшири, они губернаторы, губернаторы-республиканцы. Они сказали, что поддерживают нас. Но жители штата на последних выборах проголосовали за демократов как государство. Так что я поместил их туда, где они могли бы сработать. Потому что жители этих штатов, похоже, не такие консервативные или республиканцы, как губернаторы в настоящее время. Теперь, с другой стороны, у нас есть три штата, которые имеют очень красный цвет, обычно голосуя, но у них есть губернаторы-демократы, и их никто не поддерживает. Здесь это Канзас, Кентукки и Северная Каролина. Ты же знаешь, что на последних двух выборах они голосовали за республиканца Трампа, но губернаторов избрали демократы. Так в чем же... Ну это мы как бы так знаем. ...сли им это понадобится. Ты же знаешь, что они тоже там внизу. Она позаботится о том, чтобы у них были хорошие запасы. И потом, только сегодня утром, губернатор Плахомы также рассматривал возможность отправки войск. Мы можем послушать, как у него берут интервью. Мы можем послушать и посмотреть, что он скажет, когда его... Народ, напишите в чате, оставить обычную скорость или включить, ну оставить на быстрой перемотке. Нет, нормально, да, вот так нормально? Не сильно быстро? Напишите, да, плюс, если оставить как есть, минус, если вернуться к нормальной скорости. Тут, наверное, ты делал это однажды, и мы смотрим. Мы уже начали сопоставлять цифры. Мы свяжемся с губернатором Эботом. Это бывший президент. Похоже, что Оклахома собирается направить туда войска. А что еще у нас здесь есть? Итак, у нас есть еще кое-что, что мы собираемся делать. Какие игры идут дальше? Неужели федеральное правительство собирается нанести финансовый удар по Техасу, чтобы заставить их преклонить колено? С жиженным природным газом происходит что-то странное. Ты знаешь, что здесь, в Техасе, я расскажу тебе об этом. Ой, это правда, это правда про этот самый. Самый большой из них находится в Луизиане. Но ты же знаешь, что в Техасе есть три очень крупных терминала, и они доставляют много природного газа. Ты знаешь, что стало известно о том, что Байден замораживает разрешение на экстраджиженного природного газа... Это ужас! Они хотят Европу заморозить! ...вызмораживает разрешение на крупные проекты, которые будут реализовываться в будущем. Так это означает, что мы собираемся нанести финансовый удар по Техасу. Мы собираемся прекратить любое расширение продаж жиженного природного газа. Вместе с этим пришло сообщение о том, что компания Freeport Liquid Natural Gas только что закрыла одну установку примерно на месяц. И это в Техасе. Так значит, это просто еще одно средство давления на компанию? Я не понимаю, что происходит. Напишите ниже в комментариях, есть ли у вас какие-либо предположения о том, что может произойти, но на некоторых экранах что-то происходит с жидким природным газом. Возможно, это как-то связано с войной на Украине. Они хотят ограничить количество отправляемых туда товаров. Я не знаю. Но знаешь, странно, что это происходит в Техасе. А там еще и пограничный вопрос. А теперь, что касается исхода, то что же произойдет? Я и сам не уверен, знаешь ли, много говорят о том, что, ой, Эббот, знаете ли, он не из глубинного штата, но он из болот. Ты знаешь, он полностью посвятил себя, но ты понимаешь этой штуке, ношению маски и отключению. Так что многие люди ему не доверяют. Но, возможно, он извлек из этого урок и встал на сторону людей, чтобы поддержать это. Нам нужно будет посмотреть, чем это закончится. Особенно, если возникнет, ну, вы знаете, дальнейшая конфронтация. Если, ну, вы знаете, Байден начнет посылать всех офицеров, которые у него есть под федеральным контролем. Контролируйте там внизу, чтобы заставить национальную гвардию двигаться дальше. Или он федерализует национальную гвардию? Так, секунду. По-моему, кто-то у нас заговорил. Там перевелось. Так. Товарищ, ты не перевелся до сих пор. Я тебе поставила переводиться. Ты должен тут сидеть и переводиться. Сиди, переводись. А мы пока смотрим то другое видео. Так, какое мы смотрели? Не это. Несколько осталось всего. Но мы, если выйдем на большой скорости смотреть, то мы быстро посмотрим. Государство, время выборов продолжается. Он в некотором роде застрял. Понимаешь, Байден в любом случае оказался в трудном положении. Посмотрим, что из этого выйдет. Я дам вам знать, ребята. Я сказал, напишите в комментариях ниже, к чему по вашему мнению мы движемся в это направление. Но знаете, очень скоро мы можем столкнуться лицом к лицу. Поживем, увидим. На самом деле, позвольте мне предложить вам вот это. У нас есть Дмитрий Меведев, наш любимый русский... Ну, вы знаете, секретарь главы государства... Или заместитель главы Совета безопасности, который любит... Ну, кто говорил, что без Путина никак? И он говорит, что создание Народной Республики Техас становится все более и более реальным. Так что мы убедили русских присоединиться к нам. Вот некоторые важные моменты. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вы сказали. Если вы хотите, сделайте паузу и прочтите это. Вы также можете сделать вот это. Но я собираюсь немного углубиться в это и прочитать некоторые важные части, которые я продумал. Ты знаешь, он говорит, что те самые люди, которые размышляют об этом по поводу разделения, в истории известны случаи, когда некоторые штаты пытались отделиться от Союза. И форма конфедерации, конечным результатом которой стала кровопролитная гражданская война, стоившая тысячи тысячи лжи. Это очень верно. Это почти предупреждение о том, что там происходит. Это говорит о том, что в любом случае Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом. И надолго погрузиться в пучину новой, возможно, еще более разрушительной гражданской конфронтации. И западный мир, затаив дыхание, будет в страхе наблюдать за американским бардаком. И он сказал, ну что же, это проблема. Так что да, вы знаете западный мир, вы знаете, если бы здесь произошел гражданский конфликт, да, остальная часть мира у запада, знаете ли, будут неприятности. Потому что мы стараемся поддерживать все, что в наших силах. Мы выделяем Украине деньги на оружие, мы пытаемся помочь Израилю, мы пытаемся бороться с Китаем. Если у нас возникнут большие проблемы на внутреннем фронте, всего этого, вероятно, не произойдет, или мы будем слишком рассеяны. И тогда запад будет беспокоиться о том, что произойдет дальше. Они собираются это сделать. Так что в этом он прав. И потом, в последней части у него нет ничего интересного, что он мог бы сказать. Он сказал, что остальной мир хрустит покорным, наблюдает не без злого умысла. Так что это со злым умыслом, не без злого умысла, приступ тяжелой болезни великого неудачника. Таким образом, он по сути говорит, эй, большая часть мира наблюдает за этим с помощью покорна, ты знаешь этот мем или просто смотришь на покорн. И тебе не терпится увидеть, что произойдет. И они злобно говорят, да, они были бы рады, если бы Соединенные Штаты разорвали друг друга на части. Они были бы рады, если бы мы напали друг на друга, а террористы оставили свои машины и убрались из остального мира. Так вот, это точка зрения со стороны и позиции России, которая, знаете ли, я думаю, они надеются, что произойдет что-то подобное. Так что я просто хочу рассказать об этом старине Меведеву, чтобы мы могли получить представление о том, что происходит в остальном мире. Тогда мы сейчас переключим передачу и перейдем от этого к другим мировым событиям. Центральное командование США сообщает, что хуситы выпустили еще одну противоракету по кораблю. Они говорят, что повреждений нет, никто не пострадал, но хуситы по-прежнему не останавливаются и действуют решительно. Перейдем к Израилю. У нас есть Международный суд по уголовным делам. Ну это не очень интересно про Израиль, сейчас мы двинемся. Ты знаешь, Южная Африка смирилась. Они обратились в суд, что... Тут, по-моему, про Путина что-то они хотят рассказать. Мы и на том самолете были ракеты. На самом деле это были боеприпасы... Ну это про Украину, мы тоже знаем про самолет, который сбили. Сейчас, секунду. Я хочу показать вам, как в Калифорнии высаживаются мигранты. Это ужас. Это и Китаю тоже. Ты знаешь, что Китай получает много нефти и нефтепродуктов из России. Неужели они пытаются ограничить возможности Китая получать нефть из России? Я не знаю. Я видел, что это исключается как возможная возможность. Но ты знаешь, я думаю, что Украина действительно давит на нефть, пытаясь ударить по ним, ну знаешь, по больному месту и, возможно, спровоцировать более масштабную реакцию. Потому что Украина знает, что им нужно присутствие НАТО там. Потому что они этого не делают, победить в этом деле без участия НАТО. И, наконец, давай перейдем к делу. Я знаю, что мы уже довольно давно сюда ходим. Вот это видео, на котором запечатлено морское вторжение на корабле каких-то, не будем называть их иммигрантами, люди... Смотрите, что творится в США. Аллахоя, штат Калифорния, если ты не в курсе, граничит с Сан-Диего. Это очень богатый район, знаешь ли, очень шикарный. И здесь ты можешь видеть, что к нам просто хлынули иммигранты. А теперь, прежде чем я начну играть, подумай вот над этим вопросом. Подумай вот о чем. Добраться до одного из этих пограничных переходов очень просто, особенно в Калифорнии. Ты, наверное, можешь подъехать к Тихуанскому пограничному переходу и просто пойти по нему, и никто тебя не пропустит. Но ведь в Аризоне, Нью-Мексико и других местах, кроме Техаса, пересечь границу легко. Мы все это знаем, потому что все это происходит на самом деле. Так почему же ты выбираешь морской маршрут, где тебе приходится пробираться тайком? Почему бы просто не пересечь границу и не попросить убежища? Потому что, как только ты это сделаешь, тебе будут предоставлены все права, вся защита, назначена дата суда, которая, вероятно, наступит через 10 или 15 лет. Тебе будут предоставлены деньги, еда, кровь и все такое прочее. Почему бы не сделать это, вместо того, чтобы рисковать высадку? Так, на этом же импачке заканчиваем. Я, знаете, тут давайте скорость немножко включу на нормально, потому что тут очень интересный момент. Его сегодня в Твиттере все показывали, я еще думала, как мне его показать вам, а вот он видео сделал, так что отлично. Ты в море, где, как ты понимаешь, ты не сможешь просить убежища. Ты же понимаешь, что не сразу получишь какие-либо припасы или помощь от правительства. По сути, ты въезжаешь в город. Так зачем же это делать? А потом подумай о том, кто за это платит. Эта лодка не бесплатная. Я покажу тебе эти двигатели, они очень красивые. Знаешь, они просто выбрасывают их и оставляют лодку просто брошенной. Я не знаю, может быть, на южной границе их называют койотами, или мы хотим назвать их акулами или как-то еще. Если они приплывут, понимаешь, если акулы приплывут, заберут лодку и уплывут на ней туда, откуда она приплыла. Нужно подумать о двух вещах. Ты знаешь, кто-то платит за это, и зачем им это делать, если ты не знаешь, что на самом деле это не те люди, которые ищут ради лучшей жизни. Может быть, эти люди хотят заниматься другими делами внутри страны и не хотят проходить через пограничную систему. Но мы начинаем. Я собираюсь выключить звук на первой минуте, потому что нам не нужно слышать приближающийся шум лодочного мотора. Но давай посмотрим, смогу ли я сделать это на весь экран, если это поможет. Вот и все. Так вот, это выглядит так, как будто это был морской котик, совершающий посадку для нападения, по сути, вот так они и появились. Ты знаешь, они врезаются прямо в пляжную шляпу здесь, и ты знаешь, они идут прямо в ходи. А потом я собираюсь сделать небольшой перерыв, потому что этому парню требуется некоторое время, чтобы просто оглядеться по сторонам. Но я собираюсь сыграть это очень быстро. Позволь мне сделать паузу, чтобы я мог объяснить. Давай вернемся сюда. Видишь эти красные огоньки сзади? О, давай, извини, давай вернемся назад. Поехали. Остановись. Эти мигалки, это либо полиция, либо пожарные, либо кто-то еще, и ты услышишь, как они подъезжают. А потом я хочу, чтобы ты послушал, что произойдет потом. Так вот это, ну, знаешь, какой-то авторитет, какая-то фигура, ну, знаешь, служба экстренной помощи, кто-то приезжает. Так что давай послушаем это, а потом просто. То есть заходите в страну, кому не вей. Пожалуйста, подойди сюда. У нас есть вид на всех этих людей, на всех этих милых белых людей, которые стоят там и наблюдают за тем, как люди проходят мимо. И вот они здесь. Они перебегают дорогу. Ну ладно, что ты заметил? Во-первых, многие из них одеты в черную одежду. Это может быть просто совпадением. Но сотрудники аварийной службы здесь выключили свет и просто наблюдают за происходящим. А не попытаться ли нам задержать преступника? А не попытаться ли нам задать вопросы? Нет, ты только посмотри на это. Они просто останавливаются и смотрят, как я иду. Смотри, заходи. Беги в лохою. Беги по улице. Давай я выключу это сейчас. Нам не нужны комментарии этого парня. Возможно, тебя заметят. А они просто продолжают, ну знаешь, прогуливаться там. Из машины вышел парень из службы спасения, он открыл свою дверь, я думаю, может быть, он наблюдает за нами. Но они просто впустили его. Там видно, как еще больше людей течет по воде. Ты знаешь, этот джентльмен на белом грузовике пытается добраться до работы. Он пытается просто пройти через все это, а потом их становится все больше. И никто не занимается ничем, кроме видеосъемки, потому что именно этим люди и занимаются в наши дни. На самом деле они не делают ничего из того, что снимают на видео. Чтобы тебе следовало прерывать это, но можно подумать, что власти что-то скажут. Но я хочу дочитать до конца, где парень указывает на лодку. Позволь мне просто уйти. Он смотрит вниз по улице. Вот и лодка. И дай мне немного поиграть, потому что во время игры она выглядит немного чище. Ну что же, вот здесь хорошая картинка. Так вот они припарковали лодку. У нее, знаешь ли, есть два отличных подвесных мотора. Он приземлился там и выглядит довольно прилично. Возможно, тебе захочется воспользоваться им еще раз. Я не знаю, но кто за это платит. Кто это финансирует. А это можно использовать повторно. Я не знаю, почему ты так поступаешь. У меня накопилось множество вопросов. Прямо там внизу ты знаешь, что по-твоему происходит. Зачем тебе идти этим путем, когда кажется, что пересечь сухопутную границу так просто? Зачем устраивать морскую границу или морское вторжение? Называйте это как хотите. Зачем это делать? Я не знаю. Просто мне приходит в голову кое-что, чего я никак не могу понять. В любом случае, это все, что у меня есть для тебя. Насладывай. Субтитры создавал DimaTorzok